Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо, с вами Радайкин Максим. Я Борис Марцанкович, всем добрый день. Борис Иоанидович, тут новости такие грандиозные. Во Франции подскочили цены на электроэнергию из-за жары, рекорды бьют. Борис Иоанидович, это как получается, неделю назад те же СМИ писали, что во Франции зафиксированы отрицательные цены на электроэнергию. Вот неделя разницы и отрицательные цены, и рекордные цены, это как? Ну, это говорит о том, как выстроена объединённая энергосистема, да, порядка 70% вырабатывается в электроэнергии во Франции на атомной генерации, атомных электростанций много, 57 блоков сейчас с одной стороны, с другой стороны с двумя атомными электростанциями хроническая проблема, мы это уже обсуждали, нет градирин, прямое охлаждение реактора, взяли холодную воду из речки выше по течению, прогнали через теплообильники, выработали электроэнергию, тёплую воду сбросили ниже по течению. Для атомной электростанции всё хорошо, до той поры пока вода в реке нормальная. Когда температура воздуха 42, это значит, что вода изначально тёплая, её надо брать больше, чтобы хоть как-то попытаться снять температуру, ну, а, соответственно, выпускать её уже никак нельзя по экологическим причинам, в противном случае вся живность ниже по течению поплывёт кверху брюхом, вся водная растительность тоже прекратит существовать, ну, и для самой электростанции это не полезно, а выключить 4 реактора – это внести дополнительный разрай. Температура во Франции сейчас порядка 42 градусов, понятно, что спрос на работу кондиционеров, вентиляторов, всего остального растёт просто гигантскими темпами, та закономерность, которую европейские наблюдатели отметили достаточно давно – отклонение от среднемноголетних температур больше, чем на 10 градусов – это штиль. Значит, сейчас произошла проблема с ветрогенерацией, пока подробности не пишут, но поскольку эту закономерность выявили давно и отклонений не было, значит, она тоже имеет место быть. Не исключено, что есть ещё и проблемы с солнечной генерацией, ну, первое, второе поколение солнечных панелей при температуре выше 30 градусов теряет КПД до 25%. Вот всё вместе наложилось, растёт спрос, снижается производство, вот результат – цены выскочены. Отрицательные цены на самом деле тоже ничего хорошего, во-первых, для потребителей это ничего не меняет, усредняют же счета помесячно, так что где там был минус, где там ещё что-то, а это значит, что на тот момент была хорошая погода, солнце и ветер работали вполне исправно, вырабатывали количество электроэнергии такое, которое не могла принять объединённая энергосистема. Что значит отрицательная цена, заберите у меня хоть как-нибудь, чтобы я хоть какие-то деньги на свои генерации заработал, а некуда, и не хватает мощности электросетей, чтобы перекинуть в те регионы, где дефицит электроэнергии. И что с этим делать, пока, собственно говоря, не придумали. Два европейских исследователя ещё в 21-м году до начала энергетического кризиса свои исследования энергетических систем Европы публиковали. С учётом того, что солнце и ветер ведут себя так, как ведут, для того, чтобы балансировать зелёную генерацию на каждые десять единиц электроэнергии, установленной мощности солнечных ветряных электростанций требуется 8 единиц установленной мощности традиционной генерации. То есть, вы построили солнечную электростанцию на, не знаю, 100 мегаватт. Рядом где-то должна в резерве находиться либо угольная, либо газовая электростанция мощностью 80 мегаватт и ждать, когда вы дадите ей отмашку, что солнце возошло за тучи, ветер пропал, срочно включаясь. Понятно, что стоимость вот такой резервации приблизительно равна бесконечности. Надо найти инвестора, который согласится построить, допустим, газовую электростанцию, которая будет работать только в те моменты, когда нет солнечной ветряной генерации. Ну, во-первых, требования к электростанции, к технической конструкции достаточно такие жёсткие, прямо скажем. Если всё в порядке с солнечной ветровой генерацией, ты не работаешь, у тебя всё холодное, ну, или там, допустим, как-то в горячем резерве держишь, ну, это тоже денег стоит. Потом отмашка, тебе надо выйти на 100% мощности как можно быстрее. Одно время подобные блоки выпускала физская компания «Версила», газовая, 100 мегаваттная, из холодного состояния, до 100% максимум, они разгоняли её за 90 секунд. Ну, как бы красиво, все проблемы решаются, но. Как выглядит расход газа? Ну, вот в этот момент, если вы садитесь в холодную машину и решили тронуться с места спятой скорости, ну, ведро бензина у вас улетит. Мощность у вас значительно меньше, чем 100 мегаватт. Дорогое удовольствие персонал надо держать на месте, все необходимые инфраструктурные решения тоже, газовые трубы надо подвести и так далее, и так далее. Дорого. Второй вариант, те самые электросити, но в условиях Европы, это значит, что у них должна быть весьма и весьма большая продолжительность, ну, грубо говоря, если в Финляндии идёт дождик и ветра нет, значит, и солнечная Испания, где, как обычно, безоблачное небо, надо умудряться перекидывать излишки электроэнергии вот туда, на самый север Европы. Ну, и наоборот, в Испании тучи, в Швеции всё в полном порядке, ветвегенерация должна иметь возможность прогнать свою мощность вот до юга. Сколько это будет стоить? С учётом того, что самый дорогой товар в Европе – это земля, строительство линии электропередач дорого, и это надо рассчитывать, будет это постоянный ток, будет это переменный ток, где узлы потребителей, которые необходимо перекрывать, в такие моменты резкого сброса. Всё это дорого. И когда нам говорят о том, что стоимость в ВИИ генерации такая же, а то и дешевле, чем у традиционной генерации, ну, звучит красиво. Вопрос только, как считать. Если кто-то за вас вкладывается в поддержание резервных мощностей, в их строительство, если кто-то за вас строит линии электропередач, тогда да, дёшево. А если хотя бы часть расходов переложить на тех, кто в этом ведома, то есть на те компании, которые солнечно-ветряные электростанции строят, выяснится, что это очень дорого. И поскольку это на законодательном уровне никак не решено, мы и наблюдаем то, что наблюдаем. То в Венгрии блок-аут, то в Испании блок-аут, то во Франции цены отрицательные, цены резко положительные. И даже если не трогать законодательство, это достаточно выгодные условия для того, чтобы построить, ну, не знаю, ветроэлектростанцию. Но я смотрю, что происходит с соседями, у которых время от времени цены становятся отрицательными. Я начинаю думать, а у меня это окупится или нет. То есть вопросов масса, и, как видим, далеко не во всех европейских странах это получается с этим справиться. И, конечно, каждая новая большая новость в России о том, что мы начинаем строить очередную ветроэлектростанцию, солнечную электростанцию, она, конечно, радует. Потому что генерация электроэнергии на солнечных ветряных электростанциях стала очень дешевой. А то, что при этом Россети требуют деньги, им надо все это каким-то образом интегрировать, то, что системный оператор нервничает и не знает, как все это утрясти так, чтобы работало безукоризненно, это уже мелочь. Главное, что генерация стала очень дешевой, это здорово. Вот приблизительно так. Справится Европа с этой конструкцией или нет? Если говорить о нашем системном операторе, то относительно недавно, по-моему, 2 или 3 года назад цифровые модели они делали, что будет происходить с объединенной энергосистемой, если в ней все больше и больше прерывистой альтернативной генерации. Альтернативная, потому что не используется ископаемое топливо, прерывистая, это физическая характеристика. Есть солнце, работаем, внезапная туча, не работаем, прервали генерацию. Есть ветер, работаем, ветер закончился, не работаем, прервали генерацию. Вот по расчетам нашего системного оператора получается, что при превышении в общей установленной мощности доли на авиа и генерацию более 12,5%, расходы на развитие электросетей увеличиваются по экспоненте. Есть такая математическая форма. В общем, круто вверх. Кто в это будет вкладываться? Для чего нужна солнечная генерация, метрогенерация? Ну, Европа свой выбор сделала по сугубо политическим мотивам. Рассчитывали, что таким образом они снизят свою зависимость от скопаемого топлива. С месторождениями скопаемого топлива на северо-западной оконечности материка Евразия проблемы, зависеть от импорта не хочется, давайте строить солнечные ветвенные электростанции, тогда нужно будет меньше газа, угля, нефти и так далее. Ну, хорошо. Вместо того, чтобы внимательно наблюдать за тем, что происходит у тех, кто ставит эксперимент на себе, исходя из политических соображений, мы бросились по той же дороге. Что у нас из этого получится, мне сказать сложно. О том, как выглядит решение по нарастающему энергодефициту на Дальнем Востоке, мы уже прочитали, будут проходить конкурсы отбора мощности на ветвегенерацию в размере 1 гигаватт. Чем и как это балансировать, я не понимаю. Разговоры о том, что на Дальнем Востоке много гидроэлектростанций, они все отрегулируют, мысли интересные, но решение о том, в каком объеме сбрасывать воду принимает отнюдь не компания «Росгидро», которые гидроэлектростанции принадлежат, которыми она управляет, сети на Дальнем Востоке такие, какие есть, мягко будет сказано, не в лучшем состоянии. Но, тем не менее, мы это сделаем. Компания «Хэвел» уже выиграла конкурс на строительство 500 мегаватт солнечной генерации в еврейской автономной области. Это в довесок вот к этой ветвегенерации. Нам мало того, что мы наблюдаем в европейских странах, мы решили, что и нам необходимо на самих себе провести вот такой эксперимент. Будем наблюдать. Решения интересные, творческие. Общая установленная мощность объединенной энергосистемы Востока – 11,2 гигаватта, и вот туда мы внедряем 1,7 гигаватта прерывистой альтернативной генерации. Что из этого получится? Ну, посмотрим. К сожалению, вот так остановить это нельзя. Наши государственные мужи в Государственной Думе сейчас занимаются борьбой с неправильными сайтами, им не до какой-то там энергетики. Всё у нас хорошо. Борис Иоаннидович, а вот слушая данные пассажа про альтернативную генерацию, а может её вообще запретить к чёртовой бабушке? Пускай Европа сама ими ей увлекается. Ну, у нас же есть и прямо противоположный пример. Если вот эту альтернативную прерывистую генерацию не включать в состав объединённой энергосистемы, можно получить вполне положительный результат, что Росгидро у нас в Арктике, в Якутии демонстрирует. Совмещенные солнечные дизельные электростанции, ветродизельные электростанции, рассчитанные на обеспечение электроэнергии изолированных населённых пунктов, каких-то небольших месторождений и так далее. Росгидро, бухгалтерия занимается несколько иначе, чем это в Европе происходит. Каждый украденный киловатт-час у солнца или у ветра пересчитывается в бочке дизельного топлива, которое не пришлось доставлять до места при помощи атомного ледокола и прочих-прочих чудес. Выясняется, что вот так рентабельность достаточно высока. За пять лет такие солнечные дизельные электростанции вполне себя оправдывают. Сейчас идёт доработка, не знаю, что из этого получится, пока ещё статистики не набралось. Такие комплексы добавляют ещё и аккумуляторы, всевозможные химические накопители, с тем, чтобы можно было украсть ещё больше у солнца и у ветра. И тем самым ещё понизить стоимость северного завоза. То есть до той поры, пока решение локальное, грубо говоря, если у вас дом за городом, и вы решили для самого себя поставить солнечные панели, ветряк где-то установить на участке, ну, всё прекрасно. Но ровно до той поры, пока вы не начинаете сливать это в объединённую энергосистему, тем самым вызывая сжигнение у системного оператора. Производство такой электроэнергии не диспетчеризуется. Бороться с этим можно только за счёт накопителей, но накопители – это, во-первых, дорого, во-вторых, это отнюдь не вечно, сколько литий-ионная батарея выдержит циклов зарядов-разрядов. Если есть деньги, можете попробовать, с учётом бесконечно растущих тарифов на электроэнергию, может быть, вполне рентабельно, но каждый такой проект требует индивидуального подхода. Но они у нас есть, они у нас множатся, такая микрогенерация совсем уж изолированных каких-то участков идёт и вполне уверенно развивается. Борис Александрович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика.Инфо. Ссылка будет в описании и в закреплённом комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. А я в режиме капитана очевидность добавлю, умные учатся на чужих ошибках. Давайте лучше наблюдать, делать выводы и только потом начинать что-то предпринимать у самих себя. Всем спасибо за мнение, всем всего доброго.